Добрый день, вы на канале Фэмили ИС. С вами Елена Кольная-Данилюк, и сегодня мы будем говорить про созависимые отношения. В первую очередь хочется сказать, что термин «созависимость» появился в начале 70-х, где-то середине 80-х годов, и он употреблялся в отношении членов семьи людей, страдающих зависимостью. И он был рассмотрен так, что люди, которые страдают зависимостью, их члены семьи очень часто мешают, а не способствуют выздоровлению своей гиперопекой, своим чувством вины, своей бесконечной такой позиции спасателя. И тогда человеку очень сложно избавиться от каких-либо зависимостей, потому что возникает вот такая бесконечная ролевая игра. Один очень много вкладывает, чувствует себя нужным, да, из чувства вины, из чувства жертвы, из позиции того, что я должен всех спасти, а другому, получается, некуда деваться, потому что, во-первых, невозможно взять и ответственность на себя, да, и в этот момент ты не можешь не оправдать потребности другого, потому что тогда у другого же тоже есть вторичная выгода. За этим страданием стоит желание быть нужным, быть важным, быть хорошим, спасать, помогать, вот такой, и все это прикрывается огромной большой любовью. Сейчас этот термин уже более широк, и я думаю, что мы все с вами очень часто сталкиваемся с тем, когда слышим, что вот, там, у человека созависимые отношения, да, он попал в созависимые отношения. О чем это? О чем говорит вообще вот это понятие? И почему его очень важно не путать с большой такой настоящей любовью? Потому что зависеть от другого человека — это нормально в здоровом смысле, мы все зависим друг от друга, мы все социальны, и понятно, что когда мы любим, когда у нас есть отношения, то мы и нуждаемся в человеке, и беспокоимся за него, и у нас есть мысли об этом человеке, мы хотим о нем думать, нам приятно с ним находиться. Но разница заключается в том, что при созависимых отношениях вся наша жизнь, весь наш фокус внимания начинает зависеть и направленными быть на одного человека, то бишь все мысли доминируют об одном человеке, а одиночество вынести невозможно, и это один из самых явных показателей. Когда близкого нет рядом, мы либо должны знать, где он, либо мы все время думаем о нем, все наши мысли направлены полностью на него. Мы не можем заняться ни своими делами, у нас не может быть своих хобби, мы не можем быть счастливыми с другими, или с другими людьми, или с другими действиями, у нас не может быть что-то своего. Мы полностью направлены и полностью всю свою жизнь направляем на этого человека. При этом мы можем быть как оба созависимы, когда два человека настолько сильно зависят друг от друга. Может быть так, что только один из людей. Мы можем быть в разных позициях. Это может быть позиция жертвы в созависимых отношениях, когда я очень боюсь тебя огорчить, когда я чувствую себя недостойным, плохим, когда у меня есть ощущение, что я должен все время выполнять все твои желания, и я как будто стою все время с протянутой рукой и прошу, скажи мне, что я хороший, «Увидь меня хорошим, дай мне свою любовь». И я не могу без тебя сделать и шага. Мне нужно твое одобрение, нужно твое внимание. И я его требую. И с одной стороны, я этим и насилую другого человека, потому что я контролирую, я пытаюсь угодить, я полностью со всем соглашаюсь. А ведь это совершенно неинтересно, это очень сложно, это очень обременяет, когда мы рядом с человеком, который на все согласен, который ради нас готов все сделать, потому что вынести бремя ответственности за жизнь другого человека невозможно. Мы не можем быть ответственны за жизнь другого полностью, потому что нам важно очень понимать, что мы приходим в этот мир одни и уходим одни. Мы живем в мире, где каждому есть своя дорога и своя жизнь. И когда другой таким образом перекладывает на нас вот эту всю ответственность, партнеру на самом деле нехорошо в идеале. Партнеру очень сложно, потому что ты хочешь пойти в этот ресторан? Да, конечно, куда ты хочешь? Ты хочешь это? Да, конечно, как ты считаешь, как лучше? Ты поел, ты поспал, тысяча звонков в день, 150 смс в день. А ведь человеку с другой стороны кажется, я же все для тебя делаю. Я делаю все, кроме того, что удавка сжимается, и кислорода я тебе не даю. Худший вариант – это когда партнер, напротив, начинает этим манипулировать и наслаждаться. Он входит в такую роль агрессора, ему начинает нравиться, это власть. И тогда он может выходить это все в такой абьюз, то, что сейчас есть этот термин. Когда человек будет сознательно уже или не сознательно, нас критиковать, постоянно держать на этом крючке, наслаждаться тем, как я влияю на целого человека, ух ты, тут же целый человек стоит. А может быть ситуация, когда человек, который склонен к созависимым отношениям, он действует из другой позиции. И это тоже важно увидеть, потому что бывают отношения, когда мне настолько тяжело представить, и я настолько хочу каждый раз получать подтверждение, что я идеален, уникален, гениален, что я требую от партнера это. Очень часто требую с истериками, со скандалами. Я придираюсь, я рассказываю о том, что ты не так посмотрел, ты недостаточно любил, ты недостаточно мне готовил. Потому что у нас есть какая-то картинка, свой образ, как это должно быть, чтобы я вообще понял, что я этого достоин, меня любят. Мне должны предложения сделать на футбольном поле, на весь экран, весь мир должен это видеть, миллион цветов, я должен приходить, должно быть тысяча пятьдесят блюд, меня должны вот так вот встречать. Если я что бы ни сделал, ошибся, где-то оказался, человек должен всё бросать, свою жизнь бросать ради меня и бежать. Потому что если ты не бросил всё на свете, то какая же это любовь. И тогда самый парадокс, что человек тоже от этого партнера начинает быть зависим. Эти отношения мучают друг друга, просто бесконечно. И вот этот крючок, на который цепляется, один хочет доказать, что я хороший, и что не разочаровать, боится упустить, боится, вдруг я что-то не узнал, всё время догоняющая позиция. А второй всё время боится, что вот мне не докажут. И тогда что бы ты ни сделал, у тебя нет права на свою жизнь, потому что ты всегда должен выбирать меня. По каждому маленькому вопросу на кону стоят отношения в целом. Не так посмотрел, не любишь. Не так утром сказал, кофе подать не любишь. Не важно, что вчера были цветы, подарки, там миллион блюд. Как бы это всё нивелируется. Абсолютно. И это очень сложно, потому что по итогу такие отношения очень сильно выматывают. И самое такое неприятное, что в таких отношениях, если есть дети, дети тоже очень сильно страдают, потому что о стабильности речь не идёт. Конечно, это вызывает огромные мучения, чувство тревоги, чувство зависимости, и желание всё время концентрации на другом. И о доступе к себе тоже речь не идёт. И если вы узнали вот в этих описаниях себя или близких людей, если близких, то не надо сейчас им бежать и рассказывать, что им делать, а лучше просто, например, предложить, почитать информацию на эту тему. Спокойно, легко. Если вы узнали себя, например, то что важно? Важно понять, что созависимые отношения лечатся. Это во-первых. И они хорошо поддаются терапии. И что созависимые отношения формируются, конечно же, как и многие наши установки и многие наши боли и радости в детстве. Но это не значит, что наши родители плохие, они тоже живые. И мы тоже с вами, какими бы ни были идеальными, поверьте, нашим детям будет, что рассказать и своему психотерапевту. Поэтому увидеть корень, в чём он, увидеть это, понять, что что-то не так, потому что отношения должны приносить радость, любые отношения. Причём созависимые отношения могут же быть не только с партнёром. Они могут быть с родителями, когда так и не произошла сепарация. Они могут быть с партнёром, они могут быть с друзьями очень часто. Но это желание всю свою жизнь, всего себя погрузить в ответственность другого человека. Или полностью положить, отдать эту жизнь кому-то. Чтобы я был увиден, принят, чтобы другое дал мне вот это ощущение, что я хороший, красивый, достойный и так далее и тому подобное. Или когда в принципе есть позиция, что я никакой, я не достоин ничего, я изначально хуже. Потому что в созависимости всегда идёт речь о том, что вот этих весах кто-то выше, кто-то ниже. Поэтому может быть разное количество, разные сценарии. И с родителями, как я повторила, и с друзьями, и с детьми часто создают родители такие схемы. И с любимыми партнёрами. Но если вы это увидели, обратите на это внимание. Потому что здоровые отношения — это когда мы можем спокойно переходить от вот этой большой близости, дни рождения, совместный отпуск, приятный вечер, и потом немножко выходить на дистанцию. И это нормально. И на этой дистанции двоих не колотит, и не возникает ощущение, что всё, ты меня не любишь, я сейчас тебя потеряю, и вообще всю жизнь пошла крахом, вынести одиночество невозможно. А на этой дистанции нормально воспринимается. Мы сходимся на тех точках, которые у нас есть, там с родителями на дни рождениях, на приятных каких-то мероприятиях, позвонить, узнать, как дела. Но за этим не стоит чувство страха, чувство вины, чувство неоправдать ожидания. С любимыми людьми мы можем на целый день заняться своими делами, иметь свои увлечения отдельные, своих друзей, свои какие-то ощущения в жизни, понимать, что мы не должны быть вот так вот вместе, и если что-то мне нравится, тебе это должно нравиться, или я в себе это искореню, или наоборот. Да, мы можем быть разными, мы разрешаем другому человеку быть разным, грустным, переживать свои какие-то моменты, мы разрешаем родителю тоже быть недовольными нами, и нас не начинает трусить после того, как мы положили трубку и услышали, что мама не таким тоном нам сказала «до свидания». И тогда речь идет о том, что надо с этим что-то сделать. Надо сделать, посмотреть, чего я так боюсь, что за этим стоит, попробовать, увидеть, вот да, это есть в моей жизни, потому что созависимые отношения формируются от вот этих неправильных установок, которые есть в нашем детстве, когда на нас обижались, о чем мы говорили, когда нас не признавали, когда у нас не было права на свои негативные эмоции, когда нас не видели, когда мы должны были быть всеми хорошими, оправдывать ожидания. Вот все те моменты, когда не было стабильной следы и понятных правил, понятных каких-то установок, чего от меня хотят, понимание, что родитель живой, я живой, и вот этот крах не наступает неожиданно, вдруг как вспышка, потому что иначе человек чувствует себя очень потерянным, и ему для того, чтобы опереться, надо на кого-то опереться, да, вот из разных позиций, или с позиции жертвы, или с позиции агрессора, на кого-то опереться, или чувствует то, что я доминирую, или чувствует, что я служу кому-то, и это очень-очень болезненный момент, поэтому обратите, пожалуйста, внимание, есть ли в вашей жизни такие отношения, попробуйте посмотреть, что за этим может стоять, как я себя чувствовал ребенком, чувствовал ли я себя спокойно, чувствовал ли я себя уверенным, что меня принимают, понимал ли я, что да, я могу принести двойку, но меня любят, ну, огорчаться, конечно, может быть, там, что скажут, там, да, но меня любят, да, и мне не начинает рассказывать, как я стану дворником. Следующий этап, который очень важен, вам очень важно разрешить себе посмотреть о том, что смысл человека, смысл жизни человека не может заключаться в другом человеке, потому что это не любовь, это бремя, и если другой человек на это готов, то, скорее всего, нами пользуется, да, если человек это поощряет, когда мы полностью свою жизнь сдаем, потому что отношения должны приносить чувство счастья, поддержки должны приносить, должны приносить ощущение, что я себя чувствую в этих отношениях хорошо, мне не надо ничего бесконечно доказывать, вот этого чувства тревоги быть не должно, и тогда очень важно заняться этим поиском смысла, потому что задача человека, человек в поисках смысла, как сказал Виктор Франкл, великолепная книга, которую я искренне рекомендую всем почитать, попробовать посмотреть, а что меня, какие вкусы меня привлекают в этом мире, попробовать посмотреть, как обстоят дела с моей самоценностью, потому что ощущение самоценности и чувство страха это основных два вот таких вот фактора в человеке, когда есть, речь идет о созависимых отношениях, знаю ли я вообще, задаюсь ли я вопросом, от чего хочу я, и тогда начать потихоньку каждый день с маленьких вопросов, чего я хочу, я хочу чай или кофе, хочу ли я пойти в китайское какое-то бистро или в итальянскую кафешку, я считаю, что это правильно или нет, даже пока что не начинаете это говорить, попробуйте для начала просто задаться вопросом и вот найти, о, у меня есть свое мнение, я ведь тоже его чувствую, увидеть, что мешает мне его почувствовать, если я не чувствую, мешает то, что я сфокусирован на другом, я не себя каждый раз ловлю, я ловлю другого, а другой разный, поэтому я всегда буду теряться, в зависимости от партнера, знаете, как чеховской душечки, в зависимости от того, чем занимается мой партнер, я буду искренне считать, что это самое важное в жизни, поэтому, да, очень важно задавать себе эти маленькие вопросы, начиная с маленьких каких-то вещей, что я больше люблю, как для меня сейчас это выглядит, вот мой партнер об этом так говорит, люблю ли я такие же стихи, а что мне близко, какие чувства у меня внутри возникают, и это такая большая-большая дорога, и даже если вы решитесь, и это очень правильно, пойти с этим вопросом в терапию, то вот эта дорога будет основным вашим путем, начинать формировать этот внутренний, свой диалог персональный, свой доступ к себе, потому что наши чувства, это как запах, они уникальны, мы не можем их оценивать, они приходят, нас не спрашивает мозг, когда мы чувствуем запах в маршрутке, на улице, запах духов, и точно так же чувства, это не эмоциональная расхлябанность, чувства не равно действия, чувства призывают нас посмотреть, что сейчас со мной происходит, я могу быть, они мне могут иногда противоречить моим ценностям, например, если я чувствую агрессию, злость на дороге, а мне не нравится ругаться и плохо говорить о других людях, я понимаю, я очень устал, я не начинаю считать себя плохим, я понимаю, ух ты, у меня так много агрессии сейчас, наверное, мой сосуд полон, для того, чтобы я сейчас не начал предавать себя и вести себя не в соответствии с собой, мне надо немножко выдохнуть, и вот это тот механизм, который очень важно настраивать вот на таких примерах, вот начинать ощущать себя через эти вопросы, что мне нравится, как мне близко, что я чувствую, хорошо для меня это или нет, приятно или нет, тепло, холодно, да, начиная с даже того, как мы садимся в кресло, могу ли я сесть удобно, да, вот могу ли я облокотиться на спинку кресла, могу ли я поставить свои ноги, удобно ли я сижу, так ли я поставил свою сумку, да, вот как мне удобно, хотя бы в тех местах, где я могу, как я свой стол организовал, рабочий, например, как мое пространство организовано, займитесь, пожалуйста, этим, начните немножко формировать, исходя из себя, задавая себе такие вопросы, и у вас появится первоначально свой маленький какой-то кусочек жизни, свое что-то персональное, и дальше это персональное может развиваться, и дальше уже хорошо смотреть дальше, например, разрешать себе попробовать, да, вот так вот, попробовать сказать партнеру, подготовив, может быть, иногда себе эти опоры, да, как бы для меня мне соответствовало сказать, разрешить себе, заявить себя, посмотреть, если бы ко мне пришел мой друг и сказал, вот я хочу этого, я бы, что ему посоветовал, сказал, конечно, скажи об этом, ты же имеешь право говорить, и это не равно крах, это не равно, что со мной не будут общаться, может, тут же речь идет о том, что либо меня любят, либо нет, я не могу сказать против, нет, мы можем быть разными, и собирайте, вот, опыт этих образов, того, как люди, запоминайте внимательно, как люди могут сказать, в какой интонации, в какой манере, с помощью юмора, сарказма, сказать о том, что для меня это не так, смотрите, что это не равно часто, потому что вам важно собрать, нам важно в эти моменты собрать вот этот опыт, этот пример того, как это бывает, И вот это дорисовывание техника, когда мы собираем этот опыт и смотрим, как бы он подошёл нам, какими фразами, какими словами, она тоже является очень хорошим инструментом. И тогда можно смотреть, ух ты, как у меня это получится. И посмотреть, что да, самое главное, какая за этим стоит цель, для чего мне это нужно. А цель — я хочу здоровых отношений, поэтому каждый раз я хочу быть счастливым. Поэтому каждый раз, когда я глотаю, каждый раз, когда я зажимаюсь, да, за этим стоит мой маленький ребёнок, который когда-то не имел на это всё права, он не мог быть собой. Но я могу так прожить ещё очень много лет. Я даже не буду знать, есть ли эти отношения. Поэтому каждый раз, когда я это делаю, я делаю шаг в сторону их разрушения. И каждый раз, когда я буду разрешать себе сказать, чего я хочу, как мне нравится, ты знаешь, сегодня давай не туда пойдём, ты знаешь, для меня это не так. Или говорите «я» сообщениями. Это очень приятно и очень хорошо. И это намного легче. Каждый раз, когда я буду так делать, я буду ставить новый кирпичик в сторону понимания и формирования отношений. Потому что если я буду собой, в этих отношениях есть шанс. Но если я буду глотать, то я разрушаю их шаг за шагом. А зачем? Зачем тогда отношения, которые всё равно будут облечены, потому что я в них буду одинаковым, я полностью сольюсь с другим. И когда кто-то есть, я потеряю себя. Посмотрите, как вам подходит говорить. Вот то, о чём я сказала, форма «я» сообщений, да, вот эта техника ненасильственной коммуникации, она очень хороша. Когда мы даём себе возможность для паузы, не торопитесь с ответами. Посмотрите, что я могу говорить не в позиции «ты». «Ты» всегда звучит как агрессия. И это всегда вызывает такой страх, что сейчас я нападаю, на меня начнут нападать, а я не выдержу, например. Я же не умею нападать. Или я чужой позиции не выдержу. Я не могу, если мне кто-то говорит в противовес, мне надо сразу в бой, потому что за этим может пойти обида, манипуляция. Я помню в детстве, что палец дашь, тебе локоть откусил. Не торопитесь с ответом. Говорите о себе, о своих чувствах. Для меня это так. Я чувствую так. Для меня выглядит так. Я пока что не готов дать ответ. Я тебя услышал, но пока что моя позиция всё равно такова. Я слышу тебя, не знаю, я всё равно чувствую по-другому. Разрешайте себе это. Это ведь не звучит агрессивно. Мы прекрасно можем посмотреть, что да, мир состоит из дискуссий, нам важно общаться, дискуссировать, находить коммуникацию, компромисс. Учитесь говорить такими сообщениями. И когда вы сказали, дайте другому человеку возможность побыть взрослым, исправиться и дать ответ. Передайте этот фокус внимания себя, этот шар ответственности другому в этот момент. Пусть он тоже как-то отреагирует, посмотрит. И у вас появится возможность посмотреть, как он скажет. Конечно, за этим может стоять в зависимости от наших ситуаций очень сильный страх, с которым мы можем, не можем справиться. Может стоять тревога. И это уже совершенно другая история. Но на начальном этапе постарайтесь дать себе вот этот шанс, посмотреть, что у меня есть, нахожусь ли я в созависимых отношениях, счастлив ли я, есть ли я у себя, почему я так судорожно цепляюсь за партнер, почему я отдал всего себя туда. И попробуйте начать с тех шагов, о которых мы сегодня проговорили. Такие маленькие шаги, но они могут дать вам начало большого пути. Я желаю вам здоровых отношений, желаю вам любить себя, любить других и быть счастливыми. Всего доброго.